Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня по-прежнему 28 февраля, я все так же занимаюсь пикировкой, но я хочу вам показать, так подробно показываю, потому что пикировка у нас бывает разная. Вот я до этого вам показала, что я в кассету распикировала тот перец, который у меня была запланирована эта пикировка, то есть у него уже есть два настоящих листика, его нужно рассаживать по отдельной вот такие ячейки, я в кассету рассадила, но иногда приходится заниматься пикировкой не запланированно, а как я называю их, вынужденная пикировка, такая можно сказать принудительная, на более раннем сроке. Сейчас я вам расскажу почему, и особенно новичкам, это будет интересно, кто возможно еще ни разу не выращивал с пикировкой, некоторые боятся, спрашивают, можно ли в более ранние сроки пикировать, или нужно ждать именно, когда вылезет настоящий лист один или два, везде же пишут по-разному. Я вам сразу скажу, я пикирую во всех фазах, как только появилось вот два настоящих листика, его можно пикировать. Но это вот у меня пикировка сейчас принудительная, как вынужденная. Один раз я в таких ранних сроках пикировала, когда я увидела в лотке два сеянца с черной ножкой, я вам сразу сказала, как только замечаете, если у вас нет каких-то средств, которыми можно сразу обработать, протравить грунт, нужна пикировка, можно и вот такие маленькие распикировать. Они приживаются прекрасно. И в одном из видеороликов я говорила, что на производствах, вот где массовое выращивание рассады, вот есть же такие, как объединения там или теплицы, они пикируют все на ранних сроках. И вроде как специалисты говорят, что на таких ранних сроках перец менее болезненно воспринимает эту пикировку, меньше болеет и хорошо ее переживает. Видите, у него корень только стержневой, боковых вот этих корешков еще нет. А самая главная проблема, что вот эти боковые сейчас, когда появляются во время пикировки, они очень тонкие, и они все повреждаются и обрываются. И только поэтому наш перчик дольше болеет, когда он взрослый. Но все равно мы пикируем в фазе двух листьев, в фазе трех листьев. Но вот сегодня я буду пикировать вот таких малышей, прямо только семидольки две. Некоторые появились две семидольки, некоторые вот третий лист, ой, ну не третий, первый настоящий появляется. Почему я это делаю и зачем? Вот первую причину я назвала, можно, если заболевание какое-то увидеть, распакировать. А у меня все та же проблема, которая у нас встречается каждый год. Я сама много раз говорила, не высевайте в один и тот желаток несколько сортов, потому что вас сможет постигнуть такая неприятность, как разная схожесть семян. Но так как на ранних сроках мы сеем же мало, очень мало, и вот я в один лоток посеяла все семена, и свои, и магазинные. И вот у меня взошли свои ласточка и белый налив, и магазинных взошли вот эти вот румяные щечки, немножко, все. И то они сидели долго, дома было холодно, а вот эти вот, вот это видите, прогалызина, пустое место. Три сорта магазинных вообще не взошли. И у меня сейчас вот стоит такой выбор. Или выращивать их в пустом лотке, вот эти несколько сеянцев, или лучше их распикировать, а этот лоток использовать под другое. Ну, конечно, я выберу пикировку, потому что места под лампой очень мало и не стоит мне вот столько места занимать для того, чтобы там 10-12 кустиков выращивать. Все, я буду пикировать, буду пикировать вот таких вот малышей, даже без настоящих листьев, тут на некоторых есть, на некоторых нет. Скажу еще вот про это. В этом году многие пишут, очень долго всходит перец. Вот этот посев у меня, представляете, от 26-го января еще. То есть я ждала целый месяц. Вот одна зрительница вчера написала, что успокойте людей, у меня взошел только на 28-й день перец. У многих взошел на 18-й, на 20-й, на 28-й день. Но у меня вот раз сегодня 28-е февраля, я ждала больше месяца, больше ждать смысла нет. Я больше ждать не буду, буду сейчас пикировать. Почему больше ждать не буду? Даже если что-то здесь появится, какой-то замаячит один или два росток, вот один вылазит. Я уже не верю, что это жизнеспособные, какие-то полноценные всходы. Но представьте, если он больше месяца не мог зайти в одинаковых условиях с другими, но это значит, что он намного слабее. Опять же, начнется, не будут скидывать шапку, они будут только место занимать. Я вот так вот крест поставила на этом участке, все, ничего я ждать здесь не буду. Месяц подождала, этого хватит. Больше месяца я вот всем говорю, что не стоит ждать, даже если вы дождетесь, когда второй месяц уже пойдет. Даже если появятся ростки, я думаю, что они будут намного слабее, чем все другие. Вот сейчас я эти распикирую, также, но только я буду пикировать теперь не в кассету, а в лоток, потому что они маленькие. Я их, потом остатки вот от этих остались. Я же говорила, что я себе выбираю самые такие, ну, толстенькие, крепенькие, и вот от каждого сорта по несколько штучек осталось у меня. Их и выбрасывать жалко. И вот я их высажу в один лоток, и тех малышей, которые в фазе 2-х семидолий, они будут все вместе расти. Конечно, вот эти вот сеянцы, они будут, это как у меня, отборные я уже, я сделала выбороковку, и вот в эту кассету посадила именно отборные. А эти будут, на крайнем случае, будут сидеть пока на скамейке запасных. Все, сегодня я вам показала два случая пикировки. Один запланированный, в фазе 2-х семидольных листьев у перца, и один как бы вынужденный или там не запланированный. Это то есть тогда, когда всего 2 рядочка взошло, а остальные несколько не взошли. И я, чтобы освободить пустой лоток, я просто их распикирую, и все, а в этот лоток буду что-то другое использовать. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это вот такие небольшие подробности о пикировке перца, потому что многие все-таки выращивают его с пикировкой. И как вы видите, что пикировка, конечно, нужна. Если бы выращивать без пикировки, вот так половина семян, когда не взойдет, лысый лоток, а половина взошло, а если бы сеяли еще редко, предполагая без пикировки, то тогда, конечно, ситуация была бы еще сложнее. Ну ладно, все, до свидания, буду работать дальше. Продолжение следует...